30 июля Центральный районный суд города Твери. Через несколько минут здесь начнется судебное заседание по уголовному делу Эмиля Байрамова, участника смертельного ДТП у театра кукол. В коридоре ожидает множество людей, родственники Байрамова и потерпевшие. Что вы от него хотите? Ничего, справедливости, наверное. Никакой справедливости у вас нету. Нету, да? У вас нету, да. Спасибо. Мы показываем все аварии. Чем он отличается от других? Рядом со входом в зал судебных заседаний мы видим мужчину с ходунками. Это один из пострадавших в той страшной аварии пешеходов. Восемь ребят, разрыв связки, вот ключица выпирает. Нога, рука, сами видите. Просто первая операция прошла. И прошла операция неудачно, мне повторно предстоит практически. Смотрите, у меня. Видите, что с ногой? Мне предстоит повторная операция. То есть титановая пластина лопнула. И инвалидность, и, соответственно, все остальное. Вы помните момент ДТП? До мальчайших подробностей. Даже брызги стекла, когда он вписался в дверь, в пассажирскую пола. Я помню полностью весь. То есть вы помните, как ваш опыт был? Я оставался в сознании до... Вот практически у меня за спиной была уже оказалась моя вторая половина. Благая. Приняв удар, получилось бы, если бы я стоял боком, я успел развернуться к машине. И, соответственно, меня зацепило по полу. Потому что если я остался спиной, то у меня погреждена была только одна сторона. Сергей, но убежать там никуда прыгнуть не было? Вы знаете, если бы у меня не было за самой моей второй половины, я бы попрыгнул, у меня бы переломов хотя бы не было. Перед началом судебного заседания нам стало известно, что сегодня будет решаться вопрос о продлении меры пресечения. Судебные слушания начнутся не раньше середины августа. Напомним, Байрамов находился за рулем автомашины Киа 7 февраля, когда произошла страшная авария у Театра Кукол. В том ДТП пострадали пешеходы и погиб 50-летний водитель Volkswagen, в который врезалась Киа. Экспертизой установлено, что скорость сплошь тонированной машины Байрамова в момент аварии составляла 104 км в час. В крови Байрамова обнаружены следы кокаина. К тому же, только за 2019 год Байрамов 29 раз нарушил правила дорожного движения. Несколько лет назад Байрамов уже был судим за участие в громком конфликте у Морозов-Хола. Эмиль, что вы заходите от суда, скажите? Оставьте меня в покое, пожалуйста. Решением суда от 30 июля мера пресечения Эмилю Байрамову в виде заключения под стражу продлена до 19 января 2021 года включительно. Напомним, адвокаты Байрамова не раз ходатайствовали об изменении меры пресечения на более мягкую, но суд им навстречу не пошел. Продолжение следует...